Всем здравствуйте! С вами на связи Елена Унатедова. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами рассмотрим расклад, чему меня учит мой ребенок. Тема была предложена Анжеликой. У меня на канале есть уже расклады родительских сценариев, чему меня учит мама, вообще взаимоотношения между ребенком и родителем, почему они не налаживаются в будущем. Конечно же, я еще планирую записать несколько раскладов, в том числе и отцовский, то есть не только мама на нас влияет, но и отец. Но пока сегодня мы посмотрим, чему учит меня ребенок. Не чему я, а именно чему учит меня ребенок. Будут две позиции. И мы давайте с вами приступим. Значит, я выбрала красненький и голубенький камешек. И сегодня у нас позиции будут выглядеть так. Это первая, это вторая. Выбирайте две позиции. Одну из двух, скорее всего. И мы с вами приступим. Итак, отодвигаю голубенький камешек. Так, и мы приступаем к позиции номер один, к красненькому камешку. Вот сюда его положим. Надеюсь, видно. Начнем с того, как вы общаетесь с вашим ребенком. Смотрите, как интересно здесь получается. По-разному, да, знаете, по-разному я могу сказать. Конечно же, вы очень много думаете о своем ребенке, да. Есть какие-то фантазии. Скорее всего, у меня такое ощущение, что у вас есть фантазии и планы по поводу его, его будущего. Вообще, как бы вы хотели, чтобы жил этот ребенок. Вот какое-то свое видение. Дело в том, что независимо от того, сколько лет вашему ребенку на данный момент, да, сейчас какая-то, вот, видимо, остановка, какое-то перемирие. Ну, в общем, карты показывают то, что достаточно сложное у вас с вашим, да, ваше видение, с вашей стороны общение с вашим ребенком. Достаточно такое колкой, да. Обычно такое бывает вот в подростковом возрасте, когда дети уходят уже от того момента, когда родители являются для них авторитетом, и авторитетом становятся уже другие люди. То есть фокус внимания забирается из семьи. Авторитетом могут быть либо друзья, либо приятели, либо улица. Но в любом случае в центр выходит, в центр внимания выходят друзья, знакомые. Наверняка, может быть, и знакомые в соцсетях, если ребенок очень много времени проводит за играми. И вот сейчас я могу сказать, что у вас какой-то, знаете, период некого перемирия, потому что здесь очень много ссор. Здесь очень много... не то, что вы, знаете, вот вы часто ругаетесь, а здесь какие-то колкие слова, да. Такое ощущение, что вот это то, как вы видите, что вы не можете наладить коммуникацию с ребенком, что вы как-то вот вообще просто побеседовать не можете. Ну, элементарно, допустим, вы спрашиваете, как дела, а в ответ, ну, может ребенок огрызнуться, либо промолчать. То есть вот здесь какая-то борьба происходит, причем борьба словесная. Вот. У меня такое ощущение, что независимо от того, сколько лет вашему ребенку, вы его именно видите как ребенка, как незрелого человека, как незрелую личность, без какого-либо опыта, да, что он хочет только своей свободы, безответственно, ни о чем не думает. Ему бы лишь бы повеселиться, ха-ха-хе-хе. Вот. Вы видите, что сложно ему как-то выстроить границы, да, сказать вот какие-то правила. Некрасиво такое выражение, но человек не поддается дрессировке, да, то есть вышел уже из-под вашего влияния. Это ваше видение, то есть вы общаетесь урывками, да, с вашим ребенком, может быть, очень много беседуете с кем-то за его спиной, чтобы решить, возможно, какую-то задачу касательно его, да, то есть что не так, может быть, что-то хотите узнать. Может быть, кто-то вам на него даже и наговаривает, да, посмотрел, он отбился от рук. Ну, в общем, здесь такое не очень приятное, но коммуникацию, по крайней мере, вот со своей стороны вы видите, что вы не можете наладить. Уже изначально, да, я могу, ну, то есть видно, по крайней мере, мне в чем причина, но давайте все-таки дальше рассмотрим, посмотрим, что скажут карты. Хорошо, как вас видит ваш ребенок? А ребенок вас видит человеком достаточно закрытым. Человеком достаточно закрытым, который, знаете, боится раскрывать свои какие-то чувства, да, может быть, выражать какие-то свои эмоции мудрым человеком. Я не могу сказать, что вы справедливы или нет, карта это не показывает, но то, что у вас есть опыт за спиной, даже не из-за того, что вы просто старше, да, а именно вот это вот его видение, да, некой такой мудрости, что вы человек, который любит углубляться. Но здесь видно, что есть какое-то, знаете, вот отдаление, как-то ощущение того, что вы как будто бы закрыты. То есть ребенок вас понять не может и, знаете, вот вы уединяетесь, вы уходите, да, то есть вот это вот одиночество, как в прямом смысле, да, вы можете воспитывать в одиночку своего ребенка, так и, знаете, вот вообще вот это вот ощущение неприступности, да, не потому что вы холодны, а потому что больше времени, может быть, уделяете себе каким-то своим интересам, пониманием, может быть, созерцанием, не случайно у вас много мыслей, да. То есть вы здесь как будто бы что-то анализируете, и ребенок вас видит по отшельнику отдаляющего, да, то есть к вам легко не поступиться, чтобы поговорить даже просто по душам. То есть вот уже сразу видно, что есть какое-то расстояние между вами, да. С одной стороны, с другой стороны, вы человек достаточно мужественный, сильный, вот у вас, знаете, вот прям вот... Как добродетель здесь могла быть именно мужество, но вот вы такой человек, знаете, сильный, сильный духом, вот у вас сила воли, она... Такое ощущение, что вот вы можете сломать любого человека, если вы захотите. То есть такой, знаете, вот выдержка такая, я имею в виду не в характере, а вот вы такой вот волевой человек, вот, и иногда можете как-то и подавлять своей силой другого человека. То есть вот вашу силу ваш ребенок ощущает, не физическую, а именно внутреннюю, вот какой-то стержень. Но почему-то он видит, что вы боитесь раскрывать свои чувства. Почему? Потому что вы хотите быть на коне, вы хотите контролировать ситуацию, а когда вы будете открываться и разговаривать вообще по душам с человеком, вы будете уязвимы. То есть он видит, что ваше уязвимое место – это ваши чувства. Опять-таки, если вы женщина, то здесь... Знаете, вот такое ощущение, я же говорю, что он видит, что вот именно чувственный аспект ваше уязвимое место. Здесь проскальзывает такой момент, что вы, как будто вы в ожидании каких-то чувств любви, может быть, да, в ожидании того, что вот вам не хватает вот этих вот эмоций, да, напитаться, вот вам не хватает самой этой любви. И поэтому вот как-то вот выразить ее, возможно, вам сложно. Но здесь какой-то вот чисто... Вы знаете, вот если вы женщина, то вы проигрываете именно какую-то вот мужскую роль, воспитательную больше, нежели матерью. И он, возможно, видит, когда вы проявитесь как мать, да, любящая, которая просто понимает, просто чувствует и дает вот эту вот веру в ребенка, да. Здесь больше какие-то вот такие вот воспитательные, да, более янские какие-то активные энергии идут, нежели женские. То есть вы как будто вы не проигрываете роль именно матери, независимо от того, какого пола ваш ребенок. Вот так вот он вас видит. Хорошо, есть ли между вами вообще взаимопонимание? Вы знаете, вот в самом начале, когда я сказала о том, что уже видно, в чем может быть проблема, я не могу сказать, что вот между вами есть взаимопонимание. Я склоняюсь больше к тому, что вопрос здесь возникает в том, что есть какое-то, вот взаимопонимания нету, но есть такое, знаете, что как будто бы вы не видите в своем ребенке целостную личность, независимо, еще раз скажу, от возраста. Пять лет, именно там, три года, десять, четырнадцать, неважно. Вот здесь вот ценность именно взаимопонимания, да, она не проявлена. Здесь наоборот не хватает вот какой-то, знаете, душевности. Здесь больше идет такая, знаете, настороженность, чтобы не вызвать какие-то конфликты, и в большей степени здесь есть очень много вопросов, нежели ответов. То есть здесь постоянный идет поиск и какая-то вот с вашей стороны найти ответы на вопросы, как с ним общаться, я имею в виду ребенком. А у него какая-то, знаете, некая остороженность, да, какой-то вот, может быть, подвох, может быть, меня. Вот здесь вот прям, знаете, такое ощущение, что нужно будет поставить пароли на телефон, на компьютер, что вдруг родители залезут. То есть есть какой-то мир у ребенка, который он не хотел бы вам показывать. И он это тщательно как-то скрывает. Но здесь возникает вопрос именно ценности, да, ценности личности. Вот здесь вот больше вопрос даже не столь взаимопонимания, сколько уважения возникает. Здесь все как будто бы, знаете, вот больше как друзья, что, ну, вот легкость, какая-то легкость присутствует. Нету глубины, да, нету вот этого, знаете, очень глубокого уважения и принятия вашего ребенка таким, как он есть, и, конечно же, и вашего ребенка в большую сторону. То есть все как-то вот так вот поверхностно. Ну, что значит поверхностно? Ну, может, вы говорите, там, поел, там, обед, там, на столе и все. То есть нету вот этого какой-то, даже если вы проявляете заинтересованность, да, как там у тебя дела, ребенок вам будет огрызаться. Почему? Потому что вот здесь, вы знаете, ощущается, что не копнули вы гублоко, нету связи, нету вот этого вот канала именно обоюдного, да, нету взаимопонимания. Вот как вы видите своего ребенка? Здесь, понимаете, дело в том, что вы ребенка-то видите как ребенка, а не видите как личность. Вот с вашей стороны, взрослого человека, если говорить вот в этом, то и заключается вся проблема. То есть старайтесь как-то с точки зрения, со своей позиции более мудрого человека, как-то его направить на правильный путь. А ребенок этому сопротивляется, потому что у него есть личность, да, независимо, еще раз скажу, сколько ему лет. И он это ощущает, и вам это сложно принять, да, потому что воспитание у вас было иное. У вас здесь достаточно жесткое такое воспитание. Ну, хорошо, давайте посмотрим, как вы его видите. Ну, вы видите, смотрите, если это мальчик, то вы видите ребенка, знаете, как-то вот достаточно отдаленного, да, но не забывайте, что он вас видит также. Вы видите его, такого, знаете, отдаленного, и ему как-то сложно здесь именно найти какую-то, вот знаете, свою стабильность, что ли, какую-то вот почву под ногами. Иногда вам может казаться, что вот ваш ребенок как-то вот отдаленный, знаете, не то, что он летает в облаках, а он вообще как будто бы не заземленный. Ну, то есть у него, так сказать, вот вы видите, что у него были какие-то мечты, и они разрушились, и он как будто бы переживает на этот счет, и ему сейчас очень-очень тяжело. И вы не видите действительно, как-то, знаете, вот как долгосрочность, да, то есть как здесь такое, знаете, просто волнение, очень сильное, наверное, переживание за его будущее. Кем ты вырастешь, да, кем ты будешь, чем ты будешь заниматься, то есть как будто бы нету какой-то опоры, стержня, тот, который есть у вас. И вы этого не видите, видите очень много трудностей, сложностей. Иногда вам даже кажется, что он достаточно эгоистичен. Если здесь девочка, то, может быть, внешне вам кажется, что ваша дочь, она, знаете, вот как принцесса мне идет, да, и тем самым она как будто бы, знаете, вот когда не приспособлена, вот слово искала, долгое время не могла вспомнить это слово, как будто, знаете, не приспособлена вот к бытовой жизни, да, к реалиям. Иногда мы так даже и воспитываем детей, да, все им даем, чтобы вот не подготавливаем элементарно, не то что к выживанию, а вообще к жизни. То есть дети не могут совершать какие-то элементарные простые вещи самостоятельно. Мы стараемся все им дать готовое. И вот здесь вот вы как-то своей дочери как-то дали такое воспитание, что сами понимаете, что в дальнейшем ей будет очень трудно, потому что она не приспособлена к жизни, к бытовой. Очень такое, знаете, разностороннее здесь, либо разные истории, потому что я вижу несколько сценариев, да, здесь я даже вижу у кого-то есть взрослый сын, достаточно взрослый сын, и у него, возможно, какие-то финансовые проблемы сейчас, может быть, на работе, может быть, еще с чем-то. И вот вы очень сильно за это переживаете. Это вот уже третья сценария того, как вы видите своего ребенка. Хорошо, как он вас видит? Он вас видит человеком уставшим, человеком, который не развивается, который много в жизни уже всего попробовал. Я же говорю, не случайно вы выходите в начале у меня отшельников, который все уже попробовал, уже такое, знаете, присыщение, ничего не хочу, не хочу дальше как-то двигаться, неинтересно, уже какая-то, вот знаете, усталость присутствует, некое такое безразличие, скорее всего, в жизни. Вы устали как-то от каких-то семейных обязательств, да, может быть, на себя тянете, может быть, какие-то сложности, связанные с семьей. В общем, он вас видит усталого, такого достаточно человека, знаете, выражение, вот белка в колесе, это, скорее всего, про вас. И очень хотелось бы человеку, которому нужно действительно измениться и научиться любить себя, любить себя, ценить себя. Вот. Он вас так видит, и поэтому, помните, я говорила во взаимоотношениях, взаимопонимании проблемы, потому что нету понимания ценности. Вот ценность, это очень важно, вот этот стержень-то он у вас есть, но ценности как таковой, понимания себя нету. Отсюда у вас и нету понимания, кроме переживаний и волнений вашего ребенка. Вы больше волнуете, переживаете, нежели воспринимаете как-то объективно и адекватно своего ребенка. Ну, то есть ваше отношение к нему действительно как к маленькому, да, то есть не как к личности, а к какому-то вот беспомощному существу, который вообще, я удивляюсь, как он в жизни будет жить. Вот как-то здесь так. А ребенок вас видит вообще иначе, что устали бы от всего? Вам бы отдохнуть, вам бы и с собой заняться, а не сидеть как-то переживать. Опять-таки, если ваш ребенок достаточно взрослый, так же, как и вы, видят, что вот вы уже устали, да, у кого-то может быть ноги болят, принимаете много лекарств, вот переживает за это, ну, то есть переживает уже за ваше здоровье. Да, вот здесь вот тоже такое может быть. Хорошо, чему вас учит ваш ребенок? Вот смотрите, как и карты показали, чему вас учит ребенок. Ну, во-первых, тому, что показывает вам, сценарий называется недостаточно хороший, что вы, у вас есть этот сценарий, что вы проигрываете недостаточно хороша, «я мало работаю», либо «хорош, я мало работаю, мало тебя обеспечиваю, надо больше работать», отсюда психосоматика, болезни. Ну, в принципе, это ребенку не надо, поэтому он вас видит, что вы уставшие. Вот это вот недостаточно хорошее, то есть неумение, он ценить себя, да, то есть не понимание себя, не уважение и не знание своих потребностей, не умение их покрывать, да, не умение давать себе то, что ты хочешь. То есть у вас больше фокус внимания куда-то на вне, нежели на себе. И ребенок вас учит, как раз он вам это показывает, да, то есть научись ценить сначала себя, а потом, то есть вот свое поведение вот этим, он вам показывает, как раз-таки зеркалит, вот ты к себе так относишься, но то, как отношусь я к тебе, это ты на самом деле сама, либо сам к себе так относишься, да, ты недостаточно ценишь и любишь себя. А поскольку вы не умеете ценить, вы не знаете свою значимость, да, свою ценность, вы и не понимаете именно ценность вашего ребенка, кроме того, что он ваш ребенок, да, но это не значит, что у него нету личности. То есть проблема в том, что вы не воспринимаете его как личность, то и от принятия, вы не можете это принять, да, и вот нету принятия того, что он уже сформирован, независимо от какого-то, от его возраста, да, он пришел уже с багажом, пошел из прошлого воплощения своих, и отсюда он как раз-таки и вызывает вас, смотрите, вот этот вот гнев, фантазия, вы очень долго, иногда он вас, вы переживаете за то, что он не приземленный, да, либо она не способна в будущем как-то вот выжить, да, то есть не умеет работать, зарабатывать, ну, либо еще что-то. А ребенок вам вот именно вот этим поведением, он и вам показывает, что ты смотри, фантазий, ты фантазируешь, и я, я такой, какой я есть, я хочу тебе своим характером, своим поведением показать, что это ты, то есть я отражаю то, что есть внутри тебя, и поэтому это тебя раздражает, тебе это не нравится, а на самом деле ты фантазер, ты мечтаешь больше про то, чтобы быть в уме, а вы отшельник, нежели на действиях, и поэтому ваш ребенок, он очень мало действует, а больше, я не знаю, может быть, говорит, разговаривает, ну, такой, знаете, вот поверхностный, ну, ребенок, ребенок такой, знаете, бесшабашный, может быть, иногда даже вас провоцирует, делает какие-то действия, чтобы вызвать вас на эмоции, почему, потому что вы, у вас затыканы эмоции, да, какой-то там блок стоит, травма, связанная с эмоциями, а какие эмоции, поскольку не может вызвать у вас эмоции любви, почему, потому что вам самой, помните, я говорила ранее о том, что он видит, что вам самой не хватает, либо самому не хватает любви, этого чувства наполненности, то единственное, что он может вызвать вас, это гнев, это еще один сценарий, показатель того, что вы подавляете какие-то свои эмоции, и в том числе, не просто эмоции подавляете, а какие-то свои желания, потому что привыкли больше для других, а для себя не делаете, и вот это вот, любое слово, которое он вам скажет, резко, то есть он своим поведением вызывает у вас гнев, чтобы вы в конце концов проработали то, что вы к себе подавляете, чтобы вы начали себя больше уважать, больше любить, включать в себе чувства, включать в себе вот эта радость, то, что вас раздражает, возможно, как-то, да, цепляет, я лучше так скажу, да, вот эта вот его поверхность, легкомысленность, тем самым он вам показывает, посмотри, этого тебе не хватает на данный момент, ты устал, ты устал, ты из мото, ну, то есть ты, 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 посмотри, на кого ты похож, то есть вот такой жизни ты хочешь, это то, о чем ты мечтал, прийти в том возрасте, в котором ты находишься, и жить так, вот ребенок вас вызывает, он показывает вам вот эти три сценария, по крайней мере, я три вытащила, да, это о том, что охватит мечтать, и жить в иллюзиях, каких-то фантазиях, давай, заземляйся, и живи уже в этом мире, позволяй себе, разрешай, получай удовольствие, наслаждение, ты уже давно достаточно хорош для всего, начни любить, вызывать, наполнять себя этими чувствами, и вот этот вот гнев, эта энергия, да, не выраженная, начинай ее выражать, вот этому учит вас, ваш ребенок, вытащу еще три карты, просто как карты, не совет, а вот просто как карты, и мы перейдем ко второй позиции, к сожалению, я не могу увидеть, сколько времени было первой позиции, поэтому будем надеяться, что время есть, да, 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 вы убегаете, вот смотрите, два отшельника, отшельник на одной колоде, отшельник на другой колоде, вы потеряли когда-то свою частичку, очень большую, очень важную, если не одну, то здесь вот вопрос, если бы можно было как-то рекомендовать, над чем же все-таки поработать, над собой, над пониманием себя, вы отшельник, вы уходите в рассуждение, в философию, но вы не знаете себя, и вот здесь вот проблема в том, что вы не собрали свои частички себя, из какого-то своего прошлого, из каких-то своих травм, когда-то в своей жизни, вы не пошли по зову своего сердца, а вы шли так, как вам говорили другие, и вот там вот вы растеряли, большую, либо оставили большую часть себя, и вот ваша задача, если можно так сказать, собрать себя, и то, что вам ваш ребенок показывает, в этом есть истина, он вам показывает, кем вы можете стать действительно, кем вы достойны стать, кем вы достойны быть, и прекратить убегать от решения задач, какие-то вот эти вот иллюзии, лишний раз там, ну если женщин опять-таки, давайте я уберусь, давай я сготовлю, все такое, то есть вот эти вот дела, суета, вы уходите, убегаете в нее, для того, чтобы здесь вопрос, знаете, сценарий убегания, я убегаю от чего? От того, чтобы не увидеть реальность, таковую, какой она есть, чтобы не увидеть то, что я должна сделать, чтобы не увидеть то, что хочет моя душа, я лучше займусь чем-то другим, в данном случае, воспитанием своего ребенка, а что хочет вообще ваш ребенок, я просто хочу узнать, мне интересно, что он вообще хочет, так с вашим ребенком все нормально, ребенок нацелен на профессиональную реализацию, хочет достичь какого-то мастерства в своем деле, и он к этому придет обязательно, но у него очень большой стресс, и ему сложно в голове свою голову успокоить, то есть если ваш ребенок маленький, то он достаточно подвижный, и вот ему это движение надо, если ребенок достаточно уже взрослый, ну там уже допустим, когда уже строят планы, например, от 16 и старше, я могу предположить, что все-таки моя аудитория, это достаточно взрослые люди, у которых большие дети, ну вот так скажем от 14 и старше, то ваш ребенок строит планы, он нормально, он адекватно, он прекрасно знает, достаточно умен, он знает, что он хочет, вот, и как он хочет, вашему ребенку у него большой стресс, не хватает спокойствия, знаете, не хватает как-то уравновешивания внутреннего, какие-то, или, ну, может быть, точечно, кто-то из вас развелся, и вот этот вот развод на него очень сильно повлиял, он как-то не может успокоиться, здесь голову свою не может ваш ребенок успокоить, в голове очень много всего прокручиваем, да, спокойствие хочет, есть какие-то искушения по финансовым либо материальным каким-то благам, возможно, вашей семьи не хватает как-то вот с материальным, да, благами, либо что-то здесь есть именно, вот страх как-то вот, за материальным миром, знаете, вот у меня такое ощущение, что вы ему просто это транслируете, и ранее я говорила, что у кого-то достаточно взрослый ребенок, мужчина, ну, то есть там старше 20 лет, вот, переживает как-то, может быть, как-то уже есть своя семья и переживает, то есть здесь напрямую переживание, волнение связано с материальным миром, с бытом, за деньги переживает, да, за какое-то вот, может быть, изобилие, опять-таки, если кто-то взрослый, может быть, разводится, да, тоже переживание, ну, здесь вот как-то вот профессиональная реализация и деньги это связано, а если ребенок маленький, он просто волнуется в своей голове, да, какие-то у него просто волнения и переживания, что-то он хочет начать сначала, знаете, как-то становление себя, то есть у вашего ребенка свои какие-то моменты в голове, вот, и достаточно, ну, нормальный ребенок в контексте того, что нельзя сказать, что он незрелый, то, как вы его видите, да, что вот он не думает ни о чем, лишь бы там поиграть, все такое, думает, ваш ребенок прекрасно просто может быть и не показывает, почему-то, потому что вы никогда не учили о том, что можно вообще показывать как-то свои эмоции, вы тоже не показываете, поэтому он ведет себя именно так, как его учили, так, как показывали. Вот так, вот такая вот у нас была первая позиция, и мы с вами переходим к голубенькому камешку и к позиции номер два. Как вы общаетесь с вашим ребенком? Конечно. Хотела посмотреть, сколько времени... А, все, узнала. Так, а как вы общаетесь со своим ребенком? Не знаете, вот здесь почему такая остановочка была, пауза? потому что я вижу сразу, что здесь есть какое-то... то, что ограничение, вот вы как будто бы закрываетесь от каких-то качель. Вы хотите, знаете, вот как там... Здесь общение идет, если вы мать, не как мать с ребенком, а здесь, даже если вы отец, вы как-то, знаете, по-справедливому, то есть вы все хотите взвесить, знаете, хотите, чтобы все было правильно, хотите, чтобы как-то... Ну, во-первых, вы стараетесь выстраивать взаимоотношения, да, именно работать над отношением с ребенком. Здесь какие-то больше, я бы сказала, партнерские такие отношения, нежели родитель и ребенок. Но я все-таки еще уточню вот здесь, да, что-то в прошлом было, какие-то у вас, возможно, страхи, переживания были по поводу вашего ребенка, да. Знаете, у меня такое вот, может быть, еще ощущение, а может быть, во время беременности, кому-то это, да, точечно подойдет. Здесь, знаете, у кого-то во время, ну, трудная беременность, трудная была, либо трудные роды, либо было трудно забеременеть. И вот как-то, знаете, вот эти вот переживания по поводу сохранения плода, сохранения ребенка, они остались. И вот здесь вот не то, что вот вы дрожите над ребенком, а вы иногда, знаете, даже в крайности впадаете, либо вы, либо залюбливаете своего ребенка, либо потом понимаете, что вот как-то неправильно, потому что его поведение вас потом не удовлетворяет, и вы становитесь, как-то вот наказываете его. Такие, знаете, какие-то крайности здесь происходят. Но это точечно, это для кого-то. С другой стороны, как вы общаетесь, вот здесь вот какие-то, может быть, ваши личные страхи, да, в прошлом, они влияют на ваше общение с ребенком. Но однозначно здесь очень важна вот эта вот позиция справедливости, да, когда вот вы все взвешиваете, все просчитываете, чтобы вот все было так, как нужно. Я не говорю, что здесь правило, но прям, чтобы все было вот прям по полочкам. Вот у меня такое ощущение, что даже многие из вас как будто бы читали что-то, да, по поводу того, как нужно воспитывать детей. Потому что здесь вот такая вот позиция, я не могу сказать, что есть чувство, да, прям вот, ну, как обычно, обычно опять-таки слово такое. Ну, как принято, что ли, я не могу сказать, что есть нормы, а что есть ненормально, да. Ну, как общепринято, да, вот выражение любви, да, как-то вот поддержки. Нет, здесь как-то вот какое-то вот такое воспитание, не то, что оно спартанское, здесь нету жесткости. Я не говорю, что о том, что здесь есть жесткость. Ну, здесь все, допустим, правильно. Вот знаете как, если, допустим, маленький ребенок, правильно каждые 3 часа кормить ребенка. Вот вы его каждые 3 часа кормите. Правильно, что вот ребенок, например, там, в 9 часов уже ложился спать. Все, он ложится. Вот это вот правильность какая-то, да, потому что, да, потому что так, 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 так нужно, вот так справедливо, да. То есть, прежде чем принять какое-то решение, вы все взвешиваете. То есть, прежде чем поговорить с ребенком, нет вот этого диалога по душам, надо все взвесить. Вот вы как-то так общаетесь. Ну, здесь очень большие страхи по поводу вообще вашего дальнейшего движения. Именно здесь как-то вот партнерские больше. Еще раз скажу какие-то партнерские. Вот вы как будто бы договариваете со своим ребенком. Даже если вашему, там, ребенку, там, 9 лет, там, я не знаю, 3 года, вот вы как-то больше с ним разговариваете, говорите ему о том, что вот это делать нельзя. И начинайте ему объяснять, как взрослому человеку, что вот тебя может ударить толком. Причем, да, я сейчас, там, одень, пожалуйста, вот эту вот обувь, потому что если ты будешь в той, ты сейчас поскользнешь-то. Вот, и там упадешь. Либо вот так нельзя себя вести, допустим, нельзя собаку целовать, потому что ты, там, у него глисты, ты можешь, там, заболеть, там, еще что-то. Вот такое, знаете, вот такой какой-то диалог. Хорошо, как он с вами общается? И он с вами общается так же, знаете, вот как-то на равных, но многие моменты касательно того, что он думает, что он хочет, что он планирует делать, он не рассказывает. Вот ваш ребенок многие вещи от вас скрывает. Он скрывает, знаете, он скрывает свои чувства, что вот хотелось бы ему, знаете, вот как-то свою ранимость. Я не знаю, насколько вот я описываю сейчас кого-то точечила, да, а не в общем раскладе, но вот я просто уловила волну какого-то одного ребенка, который, понимаете, иногда хотелось бы ему ощутить именно какую-то нежность, да. здесь очень глубокий ваш ребенок, очень глубокий. И он вам вот это вот свои чувства, на свою нежность не показывает. У него есть какое-то недоверие, да, вот очень много скрывает. Вот то, что есть у него на душе, он вам не покажет. А на душе у него такая, знаете, достаточно... Не могу сказать, что там есть рана, но это ребенок, он тонко чувствующий, понимаете, он чувствует ваше настроение, он чувствует... Причем, знаете, я не хочу сказать, что он вами манипулирует, но он дает вам то, что вы хотите. Он понимает вас, и он умеет дать вам то, что вам нужно. То есть, если он видит, что вам не очень хорошо, он притихнет, он не будет вам на нервы действия, потому что он понимает, что вам это нужно. Но, к сожалению, здесь вот у меня такое ощущение, что вы не всегда понимаете своего ребенка, вы видите только то, что он вам показывает, а на самом деле у него очень и очень глубокий мир, он делает шаг за шагом постепенно, как будто бы, знаете, вот он вас воспитывает, да, с какой-то терпимостью, терпеливостью, да, идет какой-то гармония, чтобы выстроить, то есть как будто бы он выстраивает отношения с вами, не вы с ним, а он с вами, ему хочется какой-то, знаете, вот больше любви, и я не знаю, как он это делает, но иногда он получает вот эту любовь, но это такая вот мизерная, и вот это вот прям видно в его глазах, у него появляется улыбка на доле секунд, а потом лицо снова становится другим, да, снова становится ровным. И сложно, вот у меня такое ощущение, что ваш ребенок, по нему он не читается его эмоции, то есть иногда он так закрывается, что сложно считать, хотя и ребенок, да, вот именно какие-то эмоции, да, чтобы понять, что с ним происходит очень глубоко, скрывает свои чувства, и здесь вопрос доверия есть у вашего ребенка. А так вот он с вами общается. Есть ли вообще между вами взаимопонимание? Да по-разному. По-разному. Как пойдет? Знаете, как пойдет здесь еще. Вот у меня такое ощущение, что ваш ребенок, он достаточно такой зрелый, намного, независимо от возраста, такой, знаете, с глубокой такой душой, и семерка мечей, которая здесь выпадает, я не могу сказать, что если есть обманы, хитрости, он вас чем-то обманывает, да, сколько, знаете, вот у него такой вот ум, из-за его способности чувствовать. Я не удивлюсь, если у вашего ребенка есть какие-то способности, но он может получать то, что он хочет, да, находя какие-то вот такие вот неординарные способы решения своей задачи. То есть даже если вы маленький ребенок, да, и ему нужны какие-то игрушки, он не придет вам напрямую и не скажет, купи мне эту игрушку. А он знает ваши какие-то уязвимые, слабые места, когда вы будете проходить в магазине мимо той игрушки, которой ему нужно, он не будет вам об этом говорить, он просто остановится и будет жалостными глазами смотреть на эту игрушку. И вы поймете, что он хочет именно это, чтобы ему купить. То есть он может не говорить вам. Но вот это вот, знаете, вот здесь вот прямо аж мурашки побежали. Здесь вот такой вот ребенок достаточно, который умеет смотреть на мир другими глазами. И в контексте, если между вами взаимопонимание, по-разному может быть, да, может быть и так, может быть и по-другому. Есть какой-то, вы знаете, вот порыв, да, иногда, когда, скорее всего, когда есть желание, да, есть какая-то надобность понять друг друга, да, тогда есть. А когда нет, то, потому что здесь колесо фортуны показывает, здесь больше, знаете, не то, что взаимопонимание, а вот какое-то мастерство, каждый из вас какие-то свои навыки, умения показывает друг другу. То есть вот здесь вот уходит именно от понимания ценности семьи, что такое семья больше, не знаю, может быть, вы работаете много, да. Но вот здесь вот каждый хочет показать свое мастерство, вот как иногда, как жертва, знаете, это как может быть. Например, вы объясняете своему ребенку, я не могу сейчас тебя туда свозить, потому что я устала. Знаете, вот как будто бы вот нету сил, да, я жертва того, что я много работаю, либо я жертва каких-то ситуаций, либо то, что я сейчас делаю, это я делаю ради тебя. Вот здесь вот как-то вот такое проскальзывает. Да, здесь вот что касается еще взаимопонимания, здесь сложно выстроить как-то коммуникацию. То есть здесь, понимаете, здесь мы говорим нужные слова, здесь мы не говорим о душе, мы говорим то, что нужно сказать родителю, ребенку, то, что нужно ребенку услышать. Вот именно вот эти вот нужные, правильные слова, холодные, бесчувственные, иногда может быть достаточно такие лаконичные, как не то, что вот как манда, а я сказал и все, сказал как отрезан. И ребенок ваше это понимает. Блин, здесь такая глубина у вашего ребенка. Хорошо, как вы его видите, вообще как вы видите своего ребенка, так вы его и видите как мудрого. У три великих карканов выпали, да? Вы его и видите как мудрого, достаточно такого вот непогадаемого взрослого ребенка. Бывают моменты, когда вы его видите радостным, вы его видите таким счастливым, лучезарным. И хочется сказать, что даже везучим, ну вот, веселым, да, безмятежным может быть. Ребенка, который получает все, что он хочет, что у него в принципе все есть, все, что ему нужно. Ну здесь выпадает смерть, да? Как характеристика ребенка, я бы сказала, знаете, как вот ваш ребенок, он очень быстро все надоедает. А здесь такое ощущение, что вот ваш ребенок, мы дальше посмотрим, конечно, чему он вас учит, но он здесь учит какому-то, знаете, обновлению, умению оставлять. Вот он легко расстается со своими игрушками, если он маленький, с какими-то своими играми, с друзьями. И вот здесь вот вас иногда даже напрягает, насколько он легко с чем-либо расстается, с каким-то прошлым. Может быть у вас даже возникает у кого-то такая, знаете, мысль промеркнула, что, наверное, меня мой ребенок не любит, потому что вот если, допустим, иногда приезжает бабушка, дедушка, да, давай, опять-таки, если маленький ребенок, да, давай возьмем, ну, поедешь нам на лето. И он прям с радостью убегает, у вас такое ощущение, что, блин, ты забыл, так легко меня променял на бабушку и дедушку. Вот такое вот ощущение. То есть здесь уже ребенок своим вот этим вот поведением, он вас учит не привязываться ни к чему. Не привязываться ни к чему, идти легко в новое, вот менять. И здесь ребенок очень-очень чувствительный. Вот луна прям выпадает, и вы видите, что у него интуиция хорошо развита. Многое вы не понимаете своего ребенка, да, многих вещей вы не понимаете. Такое ощущение, что вот он как будто бы вам чужой. Нет вообще связи с ребенком душевной, но просто из того, что у вас нету понимания. А как он вас видит? А вы смотрите, как интересно, да, я еще не сказала, чему он вас вычит, да, но вот просто по аркану смерти о том, что легко расставаться, да, совсем. Вот он вас как раз таки видит то, что вы не умеете расставаться, вот вы держите, да, что у вас, допустим, есть какой-то такой синдром накопительства. Собираю где-то какие-то разные вещи. И если ваш ребенок по-старшему все время удивляет, зачем вы это домой приносите, да, он видит вас очень активным человеком, иногда даже рисковым, не по возрасту. То есть, ну, вы не должны рисковать так. То есть, вы прям готовы вязаться в любую авантюру, вот, во все какое-то такое, да, как говорят, за любой кипиш, да, вы сразу там. Вот, он вас видит достаточно рисковым человеком, ну и в том числе в том, он вас видит с семьей, да, вот он не потому, что вы его родитель, а потому, что он это чувствует, да, вот это вот ваша семейность. И знаете, вот если бы ваш ребенок был бы взрослым, да, если, допустим, у взрослого, там, старше 16, то он видит вас, ну, так ни крути, ни верти, вот, блин, есть у вашего ребенка какие-то способности, такое ощущение, что вот он как будто бы знает, что он выбрал вас, что вы не случайно его семья. Да, то есть, вот, если занимается ребенок, как вариант, какими-то метафизическими, да, либо экзотерикой, то он понимает, что вы действительно даны ему не случайно, да, как-то даны высшими силами, либо он вас видит, что вы очень глубоко в себе копаетесь. Так, чему же он вас учит? Давайте все-таки посмотрим, да, чему же он вас учит. Прямо, так интересно, выпал великий аркан смерти тут. И смерть у меня выпала в сценарных, в сценарной оракульной колоде. Он вас учит жизни, он вас учит именно ценности того, что значит жизнь, как надо жить. Вот, если вы задаетесь вопросами, что значит жизнь, как вообще я должна, либо должен ее проживать, смотрите на своего ребенка. Ну, вот он вас как раз-таки и учит пониманию, что значит жизнь, что вот это вот движение, да, оно важно, не привязываться к прошлому, отбрасывать все, что уже отжило, уметь радоваться. Вот это вот, знаете, сценарию того, что тяжелая работа я совершаю, вообще, что работать, это вот прям какое-то как будто бы наказание, да, вот тяжело. Вот эта вот тяжесть, она у вас проскальзывает, и он ее даже видит вообще во всем. Ваше отношение, может быть, к жизни, да, вот какое-то вот такое тяжелое, да, война. Вот он вас учит вот это все, что это сценарий, и их нужно лишаться, их нужно убирать. Что жизнь, она не тяжелая, да, это лишь ваше восприятие. Вот здесь такое ощущение, что вот вам показывает ваше восприятие и война, что вы постоянно за все боретесь. Да, что вы боретесь за какие-то свои нереализованные возможности, какие-то мечты, надежды, что вы не смогли дальше двинуться, да. И вот эта вот ваша внутренняя борьба, она присутствует. Вот, допустим, я забревнела, родила сына, и я не могу теперь реализовать какие-то свои задачи. Вот внутри меня вот эта вот борьба, и я как будто бы ее сливаю через свою агрессию на других. Вот как будто бы, вот если бы не ты, у меня было бы вот как-то так. И вот это вот, либо из-за тебя как-то вот пришлось, допустим, выйти замуж, либо жениться вот на этом человеке. То есть здесь связь с переходом. То есть как-то вы не пошли дальше, да, вот, и у вас есть какая-то внутренняя борьба. И вам ваш ребенок показывает, что вот это вот все надо завершить. Вот, и смотрите, обращайте внимание, как он легко совсем расстается, да, то есть там, в общем, если он маленький совсем, да, поплакал, и все, и уже забыл. Это не потому, что он ребенок, а это потому, что он своим поведением вас учит, что прошлое прошло, а вы цепляетесь. Поэтому вот эта вот борьба внутри вас, он вам показывает ее. И показывает также, что вот все, в жизни какая-то тяжелая работа, нужно заслужить, надо много работать. Он вам показывает, что на самом деле жизнь, она не так тяжелая. И вот в том развитии, в котором вы хотите, которое вам необходимо, ключ, на самом деле, не в тяжести, не в сложности, не в преодолении, а в умении договариваться. То есть умение договариваться, смотрите, как я говорила в самом начале о том, что ваш ребенок, он дает вам то, что вы хотите. Вот учитесь это у него. То есть он четко понимает и знает, что вы хотите, и как вам это дать. Но он вам это дает, и вот, знаете, вот, может быть, даже если вы маленький, он не словесно договаривается с вами, невербально, и он получает то, что он хочет. И вот вам вот этому нужно получиться у него, что жизнь была бы намного проще, намного легче, если бы вы умели просить, если бы умение договаривать, если бы вы умели признавать, допустим, какие-то свои неумения, да, либо поражения. То есть именно взаимодействие с другими людьми, да, не я сам, я все сама. Вас ребенок здесь учит очень глубоким вещам, а вот что касается жизни, да, 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 о том, как как раз таки нужно идти дальше. Вообще, на самом деле, он вас учит быть матерью, если мы говорим про женщину, да, а если мы говорим вообще о мужчин, да, ну, то есть если мужчина смотрит, то здесь он вас учит как раз таки идти дальше, знаете, как-то вот умение зарабатывать деньги. Умение их получать, умение с ними взаимодействовать, приумножать, проявлять заботу, да, вообще как-то жить вот земной жизнью какой-то, плотской, плотские какие-то такие наслаждения. Да, он учит вас вот эту вот боль, которая у вас есть в сердце прошлого, связанная с чем? С вашими какими-то желаниями, вот то, что вы не получили, вот здесь однозначно какие-то, может быть, у вас есть нереализованные мечты, вот это вот, либо желание, вы вот эту вот боль в себе тащите очень долго, это не сейчас ваше желание, это уже многих-многих лет, вот, и как-то вот она нереализовалась, и он показывает вам своим поведением, он, я имею в виду ребенок, он показывает вам своим поведением, что значит жизнь. Как, что нужно вовремя оставлять, да, что нужно вовремя иногда сбросить то, что не нужно, потому что, возможно, за поворотом тебя ждет то, что ты хочешь только в другой форме, намного лучше, более подходящий тебе. Вот здесь вот такие вещи рассказывают. Хорошо, три карты вытащу, так же, как и первая позиция, не как совет, а просто то, что хотят нам сказать карты. Я не люблю советы. Вот еще один дьявол выпадает здесь, нам нет, здесь был, или в другой позиции, нет, в другой позиции, скорее всего. Вот смотрите, я говорила про разбитое сердце, и я говорила про прошлое. И вот это вот ваше искушение. То есть здесь у меня выпадает дьявол, да, то есть повелитель материального мира, физического мира, да, тот, который управляет этим всем. И выпала четверка педаклей и тройка мечей, краски, говорящие о том, что тройка мечей, а в вашем привычном сценарии вот это вот проживать болезненно, да, то, что уже давно надо было ставить. И привычная наша стабильность по четверке педаклей, когда мы держимся за то, что мы уже когда-то наработали. И здесь вот колоды прям пересекаются и говорят примерно про то, что вы знаете, вот это вот умение хранить, да, его как-то вот в вашем случае, оно идет вот как-то не во благо. Это ваше искушение, вас всегда будут искушать на то, чтобы вы занимались каким-то накопительством, собирательством. Вам сложно расстаться с прошлым, вам сложно расстаться с тем, что уже было в вашей жизни, да, что когда-то это может быть работало, а сейчас не работает. Вот посмотрите даже в каких-то ваших повадках, в каких-то ваших мыслей, да, вот те выражения, которые вам когда-то нравились, уже прошло там, я не знаю, сколько лет, а вы продолжаете их все равно использовать, да, вот эти вот какие-то пословицы, поскать. То есть вот как-то прошлое вы с собой тащите, вы как будто бы не идете в новое, а если идете, то вот с багажом, который тащите за собой, вот как будто бы у вас за спиной есть мешок с картошкой, и вы его тащите. И вот картошка уже со временем, она начала тухнуть, да, потому что уже зацвела, уже давно надо было ее посадить, а вы ее тащите. И вот эта вот картошка из полезности, она уже превратилась в тухлятину, она слагается и воняет. И вот эту вот вонь тащите с собой, и не можете понять, откуда идет этот запах неприятный. И как бы вы ни брезгались духами, одеколоном и туалетной водой, чем-либо эта вонь не уходит, потому что она сбросит мешок с прогнившей картошкой. И ваш ребенок вот этому как раз и вас учет. Понаблюдайте, посмотрите. И вообще я рекомендую посмотреть эту позицию еще раз, потому что в самом начале, когда я говорю, как вы видите, да, ребенок, как он вас видит, и как вы общаетесь, как он общается. Там есть как раз очень много подсказок, вот, для того, чтобы уже прийти к вопросу главному, чему он вас учит, и тогда уже понятно, потому что это видно уже, то, что я сказала ранее, из позиций, как вашей, так и его. То есть уже в характере видно, да, то, чему вы должны были научиться. Вот эту вот карту я вытащу, двойку кубков, и перекроем весь расклад именно гармонии, которой вас ведет ваш ребенок. Но у меня такое ощущение, что, конечно, вы даны ребенку для его определенного развития, но если мы говорим, чему вас учит ребенок, то ваш ребенок он вам дан для того, чтобы дать вам вот эту вот глубину, которую он умеет. Очень. Действительно ребенок у вас учит. Вот вторая позиция, он очень способный, он очень талантливый, одаренный, с огромным багажом именно вот этого вот душевного состояния. Достаточно эмпатичный, мудрый, не по годам. И вот если вы будете, как родитель, более наблюдательным, вы сможете у него много чего научиться, перенять. И желательно, чтобы вы побольше разговаривали с вашим ребенком не в контесте, там, что ты хочешь еще, а почему ты это делаешь, да. То есть, что ты думаешь по этому поводу, научитесь видеть его позицию, потому что это вам поможет что-то изменить в себе. Не просто почему ты это сделал, потому что вам, на первый взгляд, это будет казаться нелогично. А когда он вам объяснит свою точку зрения, свое мировоззрение, вы увидите в этом достаточную глубину. Так я хочу сказать. Вот такой вот у нас был с вами сегодня расклад. Еще раз благодарю Джолику за данную тему. Если у вас есть тема для раскладов, и вы хотите ее предложить, в разделе сообщества, предпоследний пост, в комментариях, пишите идеи. И я с огромным удовольствием, если этот расклад будет, тема будет созвучена мне, обязательно сделаю. Напоминаю, что вся информация, необходимая вам, есть в описании к этому видео. Жду ваши лайки, дизлайки, за что я вам благодарна. Также благодарю вас за ваши донаты. А я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.